Добрый вечер всем, кто проводит время вместе с нами на телеканале «Москва-24». В эфире программа «Правда-24». Мы ее ведущие. Евгений Додолев и я, Лейла Истрыжемская, сегодня у нас в гостях, я бы сказала, один из самых эпатажных людей российского шоу-бизнеса, Никита Джигурда. Никита, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте всем. Я бы не сказал, что один из самых. Я бы сказал, что просто самый эпатажный. Уже не самый. Ну а кто у нас? Уже. Кто может сравняться с Джигурдой? Ну, меня перешиб и мой любимый Леш Копанин. Как же он перешиб? Ну как перешиб? С меня вообще, как ты мог вообще там такое вытворять? Я ведь все это делал концептуально. Так. А помнишь, когда я понял, что мои дети слушают вообще другую музыку, а мой старший сын там слушал в свое время Шнурах, там группу ХЗ и так далее, и так далее. У меня тогда вышел сборник в золотой серии поэзии лирической, философских стихов. И я дал сыну прочитать. Месяц прошел. Он говорит, пап, я треть книги прочитал. Я не смог. Я говорю, что такое? Пап, ты как Пушкин, я думаю. Он говорит, так же скучный и несовременный. Я говорю, а кто тебе нравится? Ну вот он штука. Я говорю, дело в мате. Он говорит, дело нет. А ты, понимаешь, жизнь другая. А ты такой романтик. У тебя там все правильно, там и философия и так далее, и так далее. Я тогда задумался. А я как раз накануне прочитал роман Гесса «Игра в бисер», где рассматривается ситуация. Духовный институт, который отделен от жизни. То есть люди занимаются своими духовными практиками, наукой, искусствами, а жизнь проходит совершенно рядом. И я подумал, ну и что? Ну я буду, а я был в статусе народного, собирал залы, там, но средний возраст, пенсионеры любить по-русски, там, Ермак. И я думаю, ну что толку? Извечная проблема отцов и детей, если я такой духовный, а мои дети не хотят даже, а ему тогда было 27 лет или сколько, что толку? Я себе режиссерскую установку, так, надо совместить несовместимое, то есть низким слогом о высоких истинных. И написал учебник в вертикале русского мата и одновременно вышел на Красную площадь, причем после спора. Это не то, что, да, я в шутку написал в Твиттере, тогда это, если мой твит наберет 12 тысяч ретвитов за неделю, я выйду на Красную площадь в Килке и вторую станцую пародию на Oppa Gangnam Style. Мне за день накидали 13 тысяч, Джигурда, и через интернет, танцуй, ты проиграл спор, а я этого не ожидал, у меня там, ну, 500 ретвита, ну, 800, 13 тысяч, а у меня звонки пошли со всех каналов, ну, так вы идете? Я говорю, конечно, иду, я проиграл спор, завтра в 4 часа на Красной площади своему телохранителю, я говорю, срочно едем сейчас на Красную площадь, потому что завтра меня там примут, раз телевидение знают уже, ФСБ, естественно, заблокируют. И мы, я плач на делал, Килт, сын тогда, Анжель Малой, ему там, не помню, сколько же ему было, он говорит, папа, я с тобой, все, пошли для прикрытия на уши. А как, кстати, дети реагируют вот на ваши такие потажные? Об этом я и говорил, и когда я станцевал этот танец народа в мир и закончил лесгинкой, вот на лесгинке ко мне как раз подошел полковник, он говорит, ну, так нельзя, у нас на Красной площади нельзя танцевать, я говорю, ну, это ж праздник жизни, и миллионы просмотров, и мои дети в восторге, младшие тогда, Эва, Эдди, и я понял, ну, вот оно, но только очень многие, кто меня стал ругать, особенно моего возраста, они не смотрели первоисточник, они не смотрели Псая, Опа, Гангамстайл, не знали, что он набрал миллиард просмотров, да, я сделал пародию, я прям по локациям, да, по режиссерски взял, там, ну, условно, если он в туалете, в дорогом унитазе, то я в русской, это в нужнике, там, и все эти штуки повторил, и сделали опять миллионы просмотров, мне, в моем возрасте, Джигурда сошел с ума, и так далее, и так далее, и так далее, а у меня дети танцуют, я вторую породу, у него Джигурда-мен, проиграв спор, Бали Алибасову, который говорит, давай поспорим, что наша там Дина не займет первое место на Евровидении, а ты скажешь, займет, проигравший по Арбату идет в лифчике, значит, я говорю, Барри, ты хитрый, понятно, что мне надо лифчик искать, если я соглашусь, и я как бы сомневался в этом, и с Маринкой посоветовался. Вы только поясняйте, что за Маринка, может, не все знали. Марина Анисина, да, олимпийская чемпионка, супруга моя, венчанная, добавляю я сейчас, поскольку мы в разводе, который я мог отменить, но отменил, потому что мочили меня безбожно, два с половиной года, я просто не хотел, чтобы тень всех этих фейков вложилась на нее. Давайте на красный пункт. И вот после всех вот этих вот дел, все, пошло, у Джигурды поехала крыша, но когда меня стали приглашать в этом имидже на ток-шоу платить деньги, там кого-то за шкирки или там что-то, я говорю, слышите, до этого приходишь, умный разговор ведешь или под нож, но это не формат. Вот мы не платим деньги, поэтому у нас только умный разговор. Никита, вот на красную площадь предлагаю вернуться. Вот герой современный, вашей любимой Франции, нынешний герой Павленский, он на красной площади прибил текстикулы своей курсчатки. Да, я помню этот момент, как раз я станцевал, а он прибил. То есть это он примазался к Джигурде? Нет, нет, он меня наоборот, он создал тот край, по сравнению с которым я стал золотой серединой. Потому что когда я станцевал, и там в лифчике по арбату такие прошел, но предупредив, ребят, это я в защиту женщин, я ничего не имею против гейского движения, как бы все делайте, что хотите, но я это в защиту женщин, против насилия женщин, тогда эта тема не поднималась, я ее первый тогда поднял. Поехала крыша, и когда Петя прибил вошоночку... А вы знакомы с Павленским, кстати? Нет, я не знаком. Но мне было интересно, мне было интересно, я понимал, что он концептуально все это делает, и естественно, поскольку я в юности прошел через площади, через борьбу, через поломанные пальцы, выходя на площади, 58-й статьей, грозили сумасшедшим домом. 58-й, антисоветская деятельность. Антисоветская деятельность. Но я пришел в свое время к пониманию бесполезности революции, бесполезности протестов площадных, потому что я пришел в понимание, что есть другие способы воздействия. То есть в ваших во всех этих представлениях нет никакого политического подтекста, и не надо его искать. У меня есть эзотерический подтекст. То есть я считаю, что это... И если бы мне встретился в юности такой дядька, как я сейчас, да, то я бы не выходил на площадь. В качестве наставника? Да, который бы объяснил схему мировой игры, космической игры под названием «Жизнь», о том, что есть более глубокие вещи, более действенные, которые без борьбы, что называется, без революции могут влиять на ситуацию. Я думаю, с Джогурты надо брать деньги, когда он говорит про эзотерику. Нет, рассказывай, никто... Вот когда они обвиняли за опыт Джогурта, а я напомню, я станцевал, а потом совершилось некое чудо, потому что мне позвонил один из центральных каналов и сказали, мы приглашаем вас на Красную площадь и хотим, чтобы вы эту песню целиком спели на Красной площади. А это совпадало в полнолуние, и я позвонил во Францию Маринке и говорю, Марина, приезжай, согласились, я предложил, и телевидение согласилось, ты будешь на коньках с метлой, там, каток, полнолуние, а я буду, значит, на всю Красную площадь за все эти века, которые прошли, и над Красной площадью тогда прозвучало в полнолуние, Мы это Ом, Ом, это в нем, в нем это в нас, мы это Логос, Бог это ты, Бог это я, мы все едины, хоть нас, да ху, опа, Джогурта, эй, люби сильней, если мы умеем смеяться над собой, гордыня не накроет всех нас своей звездой. Бедная Марина, что я приходится терпеть? Мне еще денег заплатили, Анисина с метлой, все, и это осталось, это есть в интернете. А, кстати, как Анисина реагирует на это? Так я только благодаря Маринке и смог это осуществить. Ты сам поддерживаешь такой стиль. Я с предыдущей супругой расстался идеологически, я вообще идейный, меня многие, ну, те, кто не знают, да, они думают, так, Джогурде, где деньги заплатят, то он и делает, заплатили деньги, на Майдане заблатили деньги, там, в Донецке со знаменем победы, нет. Я с детства, с юности, и вообще у меня были родители, как были, мама жива, 85 лет, в элитном институте, закрытом на военную промышленность, я учился в элитной школе под кураторством КГБ, я, правда, был в восьмом классе, переведен через комиссию, по делам несовершеннолетних. За что? Ну, за то, что посмотрел Ромео и Джульетта, фильм в восьмом классе, и меня так это вдохновило, что я сел на велосипед, и, будучи влюбленным в свою одноклассницу, через весь город оборвал клумбу, залез к ней на второй этаж, прошел комнату родителей спящих, оставил мне букет, любовался, смотрел, дышать не мог вообще. Опять через родителей, опять в школу, и так каждую неделю в течение месяца я ей приносил все это, и она даже не знала, что это я. Но ее подружка, ее подружке я рассказал, подружка пригласила меня к себе домой, и я даже не помню, как так ощутилось, что я весь одетый, а она раздетая. У тебя так бывало? Восьмой класс, понимаешь, да? Я благодаря старшему брату я знал Камасутру, теоретически, но приактически у меня ничего не получилось. Как-то так задыхался, когда... А она рассказала своим подружкам в классе, что, значит, она вот с Жигурдой была. Она подружкам, подружки подружкам, классная руководительница, меня к директору, меня на комиссию по делам не совершали, рассказывает, что было. Я говорю, да ничего не было. Ну, короче, меня перевели из элитной школы в нормальную школу, и в элитной у меня всегда было неуд поведение, потому что я был хорошистом. Ну, то есть вы с детства, с детства так шалите. Да, да, я с детства был, но я был очень нежный на самом деле. Ведь это же защитная, да, это защитная реакция. Никит, Панину упомянули, а Панин тоже идейный или нет, так же, как вы? Нет, по сравнению со мной, Лешка не идейный, но Лешка свободный, свободней, чем я в некоторых отношениях. И Лешка, поскольку моложе, и у него, наверное, нету опыта той борьбы, которая была у меня в юности, да, когда мы фактически в перестроечные времена с Игорем Тальковым боролись с системой, пели песни. Меня спасло только то, что я пел антисоветские песни под гитару в тысячных залах, а Игорь Тальков собирал стадионы, да, и его боялись, естественно, больше, и меня грозились убить. Вы считаете, что Талькова убили не по гости, а по политике? Я это знаю, я это знаю. Убили, безусловно. Убили, я в этом не сомневаюсь. И я проскочил просто в угольное ушко, меня вовремя предубили. Кстати, в свое время взгляд, первые, да, эти программы, когда можно было все, они услышали, у меня программа была, 89-й год, Лениниана Стоп, 89-й год. Я сейчас удивляюсь, потому что потом я встречал людей из глубинки, которым отбивали печень, почки за 10% того, что я умудрялся делать в Киеве, в Москве в 89-м, 90-м году. И вот эта Лениана Стоп, и взгляд, говорит, мне тогда, там, Кусев и Ваня Демидов, говорит, ты не боишься, если мы это покажем? Я говорю, ребят, главное, чтобы вы не боялись. В итоге показали только одну песню, и то, там, а ведь войны могло бы и не быть, когда подонки, уверенно им властью не стали бы детей страны топить в разверзнувшейся лагерной напасти. И этот Ленинский, я потом Бемидову говорю, Ваня, а где же песня? Нам в последний момент, говорит, мы на Владивосток запустили туда, на Дальний Восток, а нам здесь перекрыли, да, перекрыли. Но меня это спасло, потому что потом я узнавал, что меня заказали, как его было, Атари, Атари, Атари. Вы это решили? Да, да, поскольку они запустили антисталинскую, и потом мне уже через 10 лет, там, где-то в детектив клубе, когда мы с Вайнером, а ты знаешь, мне подходил авторитет, и говорит, ты знаешь, что я тебя отмазал, что только по молодости. Атарик очень рассердился и хотел дать приказ тебя грохнуть. Лет 8 назад мы в этой студии, когда беседовали, вы очень Никита топили за пуссирает. Я не топил, я защищал. Мои девочки, мои дочки, я и сейчас говорю, потому что... Ничего не вышло из ваших девочек, смотрите, где они сейчас. А что вышло из юродивых всех веков? Да, они юродивые. Я же тогда говорил, что я защищаю девчонок, потому что они работают на уровне юродства. А вот тот же Павленский, которого мы упоминали, он идейный или он просто ради... Какая у него идея? Он анархист? Какая у него идея? Я не знаю, как анархист, но то, что он суперяркий художник, потому что я знаю, все там мнения, да, крутят пальцем у виска, в дальнейшем, да, там двери поджег. Ну да, но он же... Вот он я. Он же делает это идейно, да, просто я от этого отошел, потому что я понял... Так идея-то какая идея? Ну как, какая идея? С чекистами борьба. Во Францию сейчас с чекистами борются? Нет, а там он пришел, и когда поджег двери банка. Да. Это ж надо иметь смелость, он же знает, что он будет посажен, он идет и не боится. Настоящее искусство, оно не понимается массовым сознанием. Я ведь сознательно ушел во всю эту эпатажную сферу, потому что я мог собирать, да, после любить по-русски ермаки, собирал стадионы, на коне восседал. И я понимал иллюзорность. А я был в фаворе. Я и... Меня давали контракты, пятилетние контракты, мне предлагали миллионы, миллионы долларов и тысяч леней. Я не знаю на сегодняшний день в шоу-бизнесе человека, кто бы отказался от того, от чего отказался я. Но пять лет ты поешь то, что мы тебе говорим, песни а-ля любить по-русски, песни Высоцкого и то не все. Мы сделаем из тебя живой символ Талькова, Цоя и Высоцкого. Поскольку мы знаем, что ты шальной, свободной, все, миллионы тебе, но гарантия того, что ты в имидже. Любить по-русски, короткой прическе, поешь только то, что мы тебе говорим. И я не только этот контракт не заключил, я потом не пошел... Кстати, третья серия «Любить по-русски» мало кто знает. Во-первых, мало кто знает, что 95-й год и название «Любить по-русски» пролоббировал Евгений Семенович Матвеев в «Царство ему небесное», потому что ему в госкино сказали уберите название «Русский». Сейчас это везде так, да? Тогда же, помнишь, Макашов, русские фашисты и так далее. И ему, говорит, убирайте. А ему 10 лет не давали снимать. И Матвеев о сценарии написал Валентин Черных, оскароносец «За Москва слезам не верит». И Матвеев пришел в госкино и принес письмо и говорит, если вы не дадите мне... Я не буду менять название. Если вы не дадите мне снять «Любить по-русски» под вот этим названием, я покончу жизнь самоубийством, говорил им дедушка больше 70 лет, и обвиню вас. Когда-нибудь пожалели в своей жизни от того предложения, от которого отказались? Нет, ну что, Лейла, ну как же пожалели? Ну что, пожалел, что не поклонился падшим? А что-то сделали, и вот вы пожалели. Было что-нибудь такое? Нет, нет, нет. Я почему-то, что... А развод с Анисиной, хорошо, не пожалели? Развод? Ах, мы венчаны, я доказал, что я свят и невинен. А с Волочковой что-то история? А с Волочковой, когда первый был развод с Маринкой, и для меня мир рухнул, потому что для меня... Я в первый же день влюбившийся, Анисина, ты моя последняя женщина, других больше не будет. И когда какие-то стычки были, она говорит, я-то с вами, я-то тебе не обещала, что ты у меня последний мужчина, а ты мне обещал. Я говорю, я предыдущих, говорю, не обменял. Неужели на Волочкову переключились? Неправда. Это, ну, фейки вбрасывают, всё. Каждый раз, когда я прихожу к Насте, и мы обнимаемся или репетируем, или вот последний там поцелуй выложили, перед этим Настя говорит, с Анисиной из Франции, я говорю... Разрешение спрашивает, о чём она говорит? Можно поцелуить Жигурду? Нет, 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 нет. Они просто, когда я прихожу... А зачем Жигурда ходит в Волочкову? Ну и спектакль. Нет, спектакль. Баня тоже. Баня тоже, но спектакль. Мы затеваем спектакль. Правда, так он откладывается, потому что мы хотим сделать другую весовую категорию. Я не буду идею рассказывать. Ну или расскажу. Хотя Настя просила нет, потому что она говорит, украдут идею. Ну то есть провести взаимоотношения мужчины и женщины, и женщины, актриса, там, балерина, да, через века, начиная с Соломей, которая за танец требует голову Иоанна, там, Николай II, там, граф Шереметьев, с актрисой Есенин, с Дункан, Великой Отечественной, и так далее. То есть доходя до сегодняшнего времени, показать, как танец, да, но в данном случае балет, танец может повлиять на исторические события, потому что тот же граф Шереметьев, да, и царь приехал к нему в 1861 году и отменял крепостное право. То мы в 99-й были, сейчас еще вообще в 19-й веке. Нет, я представляю, что с Настей, нас, ну, если что, я всегда любил Настю, начиная вот с ее этой романтической, идеалистической позиции. Детям джигурды, они идейные? Дети? Да. Дети идейные теннисисты, они занимаются сейчас каждый день теннисом, ну, кроме, там, воскресенья, и вон, мальчик выиграл соревнование, ему 11 лет, а выиграл соревнование 12-14 лет. Они в этом ничего не понимают, но при этом учу, там, читают, когда я им даю Евангелие, но определенные параграфы. То есть им задают сказки, я, сказки им, они по-французски лучше читают, чем по-русски, что меня печалит, и вообще не любят читать, поэтому я им читаю, но говорю, так, иди сюда, читай. Ими-ка я и отец одно, и взяли иудеи камни, чтобы побить Иисуса, и спросил Иисус, за какие добрые дела хотите побить меня? Не за добрые дела хотим побить тебя, а за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом. А какой Никита Джигурда папа? Ну, вот я, это всегда, я в какой-то, о чем вы говорите, Анисина меня ругает за то, что я отказываюсь быть строгим, потому что когда-то, когда Анжелю было три года, я вообще их не наказываю, то есть, это не моя, я говорю, я Бог любви, я говорю, мама, ты с ними, я приезжаю, когда мы жили здесь до пяти лет, они ежедневно очень любили мои песни, и ведь воспитание сегодняшнего молодняка отсутствует, потому что топорно, топорно, кандово. Я придумал вот эти все перфомансы, да, для чего? Потому что развлекая, развлекая, я действую на подсознание, то есть, я не заставляю человека зубрить там какие-то, да, лозунги или что-то, а я в эту юморную форму и драйвовую, ну, вот как я говорил сегодня, да, мы это ом, он там, в нем мы это логос, и имеющий уши услышит. Другое дело, что старшее поколение, воспитанное на другой культуре и не желающее с детьми своими общаться, что называется, на равных, они всю вот эту партийную линию гонят, и у меня вот там в ВК тогда добавились, было около 200 тысяч подписчиков, из которых 70% было до 17 лет, с 12 до 17 лет. А у детей есть соцсети? Что есть? Соцсети. Да, да, они очень любят, я не делаю ничего, чтобы их раскрутить, потому что маленькие еще, особенно Эва. Мика тот, ну так, игрушки там все, а Эва так трисой хочет быть. Никита, финальный вопрос. Они гордятся отцом? Да, они меня очень любят, когда я здесь, они мамой манипулируют, особенно Эва. Я папу, я к папе хочу, я русская, отпусти меня к папе. Ну и можно, финальный вопрос от меня, свадьбе быть или нет? Вот в связи с последними событиями, и то, что, да, с Францией решено, но будут предстоять суды, нам адвокаты сказали, что в целях с наследством и со всем нужно повременить. Мы венчаны остаемся, да, но я хотел зарифмовать 23 февраля сделать, и в итоге это отодвинем. Или на 4 мая, когда у нас было венчание, зарифмовать, или уже на следующий год. А потом надо же интригу с Насей, с богиней Волочковой, надо же доводить, потроллить, понимаешь, уже не так ярко, как раньше, без такого эпатажа. Наш сегодняшний гость не только мастер эпатаж, он еще мастер уходить от вопросов, вернее, от ответов на наши вопросы. На какую ответ мне не отдал? А вот отдельный список мы составим для следующего раза. Его любят дети, очень любят дети, и очень любим мы. Я приезжаю на фестиваль, где американские актеры в костюмах, там все, а я выхожу и говорю, поджигурда, боги мои, микрофон. Я вас люблю, вы боги, ваши родители боги. И они завороженные, как на персонажа из комиксов на меня смотрят. Спасибо вам большое. Спасибо.